Добрый день! Более частая локализация лимфом. Это относительно редкий вид злокачественной опухоли среди всех злокачественных опухолей. 2,2 случая на 100 тысяч населения, при этом смертность 0,6 случаев на 100 тысяч. В 2020 году во всем мире лимфом Ходжкина выявлено более 83 тысяч, и неходжкинских лимфом более 544. Лимфома – это гетерогенная группа биологических клинических различных новообразований, которые происходят из клеток лимфоидных органов. Исторически подразделяют на лимфому Ходжкина, классическую, неклассическую, и неходжкинские лимфомы. Очень большое количество морфологических вариантов. В средостении наиболее часто встречается лимфома Ходжкина, диффузная крупноклеточная, беклеточная, и один из ее подвидов – первичная медиастинальная беклеточная лимфома, и другие менее часто встречающиеся лимфомы. Нужно учитывать, что большое значение для диагностики лечения лимфомы имеет морфологическая верификация, и основной метод лечения – это химиотерапия или химиолучевая терапия. На слайде представлена современная морфологическая классификация пересмотра 2017 года, которой пользуются морфологи, клиническая классификация N-Airboard для лимфом Ходжкина. Если говорить о диагностике, мы должны учитывать, что есть симптомы, характерные для определенных опухолей средостения, есть системные, есть местные. Есть наиболее характерные симптомы для лимфом. Это B-симптомы, которые представляют собой повышение температуры выше 38 градусов в течение трех и более дней, профузные потливости и снижение массы тела на 10% в течение 6 месяцев. На слайде представлены современные руководства, которыми мы можем и должны пользоваться. Это российские рекомендации по лечению лимфом Ходжкина и неходжкинских лимфом, рекомендации НССН и ЭСМО. Диагностика лимфом, как и новообразование средостей, не начинается от физикального осмотра. И если мы дифференцируем лимфомы от других наиболее часто встречающихся опухолей, мы подозреваем, допустим, герминогены опухоли, мы всегда помним о том, что надо исследовать онкомаркеры, исключать миостынию, если есть подозрение на неё. Но основное – это морфологическая верификация биопсии. Какие точки предложения таракальная онкология, таракальная хирургия имеет при лимфопролиферативных заболеваниях? Это диагностика, это первичная биопсия, установление первичного диагноза и повторные биопсии при подозрении на рецидив заболевания, подтверждение прогрессирования, при подозрении на трансформацию опухоли или если мы подозреваем, что первичный диагноз не соответствует действительности. Наиболее часто используется трансторакальная трепан биопсия под контролем компьютерной томографии УЗИ. В рекомендациях настоятельно рекомендуется эксцезионная биопсия, если мы имеем периферические узлы, то мы верифицируем периферические узлы, если таковых нет, то тогда полостная биопсия. Тонко-игольная аспирационная биопсия ЭОС-ЭБУС крайне настоятельно не рекомендуется. Используется также часто в виде торкоскопической биопсии, медиастиноскопия, парастернальная медиастиноскопия и остается место для диагностической торкотомии. То же самое, рекомендуется эксцезионная биопсия, есть специфические требования для препарата, то есть к качеству препарата должны предъявляться максимально высокие требования для максимально эффективного установления диагноза. Почему не рекомендуется цитологическая верификация? От морфологии зависят дальнейшие клинические прогнозы и тактика лечения, имеет значение количество материала и архитектура ткани. Используется медиастиноскопия, медиастиноскопия рассказывали ранее, показана при большинстве поражений паратрахеального пространства, однако при ребиопсиях могут возникнуть трудности. Парастернальная медиастиноскопия показала свою эффективность, имеет свое место, возможно подместная анестезия не влияет на сроки начала лечения, может быть использована при неэффективности транстеракальной биопсии. Есть некоторые противоречия по диагностике лечению лимфом и тимом, это касается верификации диагноза и подходов к лучевой диагностике КТ и ПЭТ-КТ. Транстеракальная биопсия по дальним метаанализов имеет большое значение, наиболее часто выполняется в нашем центре в настоящее время. Диагностическая эффективность и точность составляет 92-94%. Малые и большие осложнения составляют от 13,2% соответственно. Есть рекомендации по выполнению, то есть используется игла большего диаметра, не менее трех столбоков ткани. Рекомендуется получать справа на фотографии, как это выглядит для пациента, если речь идет о переднем средостении, пациент находится в положении лёжа на спине. Несколько клинических примеров. Пациент 32 года, лимфома Ходжкина, после нескольких линий химиотерапии. При ПЭТ-КТ контроле солитарное узело в переднем средостении, выполнена медиасиноскопия, подтверждено прогрессирование заболевания, сходное с ранее восстановленным. Пациент 25 лет, лимфома Ходжкина, после нескольких линий химиотерапии, также солитарный узел по данным КТ, увеличивался в размерах, выполнена повторная первичная вертикация при помощи туркоскопии проводилась, РЕВТС справа, получен материал, подтверждено прогрессирование заболевания. Что касается повторных биопсий, РЕ-биопсий, мы основываемся на исследовании позитронно-эмиссионной томографии, при этом есть шкала ДОВИЛЬ. В соответствии с современными рекомендациями, при 4-5 баллах по шкале ДОВИЛЬ мы должны проводить РЕ-биопсию, то есть подтвердить или опровергнуть прогрессивные заболевания, эффективность лекарственной терапии. ПЭТ-КТ также имеет свои ограничения, но может отражать воспалительные заболевания, некроз, опухоли и другие патологии. В одном из исследований и других мета-анализах из 77 пациентов с первичным диагнозом лифома медиастенальная, у 44% возникла необходимость в РЕ-биопсии резидуальных масс, при этом у 18% то есть у более половины из этих пациентов выявили прогрессирование заболевания. Так выглядит рекомендация НССН в соответствии с результатами ПЭТ-КТ. Дополнительные факторы или нюансы, которые должны нас стимулировать к получению большого количества достаточного материала для морфологического исследования. Нюансы морфологические, сложно отличимая лимфобластная лимфома от тимомы B1 или истинной гиперплазии тимуса, возникают затруднения даже при достаточном количестве материала. Редкие лимфомы, лимфомы ЛНРТ, которые характеризуются формированием гранулема фиброзных скоплений. Также возникает необходимость при подозрении на трансформацию фолликулярной лимфомы, которая часто описывается в литературе, до 60% случаев трансформации может возникать. Несколько морфологических слайдов. Первоначально у пациента была верифицирована диффузно-боклеточная крупноклеточная лимфома. При проведенном лечении, при оценке эффекта возникла необходимость факторной биопсии, заподозрена лимфома Ходжкина. Однако при сравнении препаратов отмечена схожесть, уменьшение диффузности, уменьшение окрашивания CD20 и установлен диагноз лимфома серой зоны. Это о неоднородности опухолевого строения. Зачем нужна повторная биопсия в оценке лечебного патоморфоза? У пациентки верифицирована классическая лимфома Ходжкина. Проведено лечение по данным ПЭТ-КТ в переднем средостении больших размеров узел, который продолжал увеличиваться. Однако активность его была невысокая. Выполнено удаление узла. При морфологическом исследовании живое опухоление выявлено. Большое количество коллагена, фибробластов. Сопоставление препаратов при лимфобластной лимфоме и тимоме B1. Препараты имеют схожее строение. Сложно отличимые морфологические. И там, и там скопление лимфобластных форм лимфоцитов. Однако в первом случае это опухолевые лимфоциты, во втором это воспалительные. Требуется сопоставление как с клиникой, с данными лучевой диагностики. Требования к количеству препаратов инцизионная биопсия, малое количество препарата, не позволяет установить полноценный диагноз. Несколько клинических примеров. Ребиопсии. Пациент 36 лет. Диагноз лимфома Ходжкина. После многочисленных линий химиотерапии при ПЭТ-КТ-контроле выявлен солитарный параортальный лимфоузел 5 по шкале ДАВИЛИ. Выполнена торокоскопия биопсия. При гистологическом исследовании живой опухолевой ткани не выявлены гигантские многоядерные клетки. Пациент 36 лет. С диагнозом неходжкинская лимфома. Крупноклеточная, беклеточная. Множество линий химиотерапии. По данным КТ увеличения внутригрудных лимфатических узлов выполнена видеотеракоскопия с биопсией справа. При морфологическом исследовании хроническое гранулематозное воспаление вероятно специфического характера. Еще одна точка приложения торокальной хирургии – это лечение осложнений заболевания. Про доступа много сказано. Набирающий популярность суксифоидальный доступ. На этом слайде представлены данные нашего отделения с 2013 года в отношении диагностики и лечения лимфопроэферативных заболеваний. Среди половой состав преобладали женщины практически в два раза. Средний возраст составлял 39 пациентов лет. Койко-день 8, низкая частота осложнений, летальность 0, всего 269 вмешательств. Подавляющее большинство – это видеоторокоскопические вмешательства. Небольшое количество парастернальных медиастеномий и медиастеноскопии. Выполнялись анатомические резекции, удаление опухолев масс средостения, типичные анатомические резекции, 5 лобэктомий, прецизионное удаление очагов в легком. Несколько биопсий с использованием торокотомического доступа, санация дренирования, 2 бронхоангиопластическая и бронхопластическая лобэктомия, резекция позвонка и клипирование грудного протока. Морфологическая характеристика прооперированных пациентов представлена на слайде. Преобладали больные с лимфомой Ходжкиной 47% и диффузной Б-клеточной крупноклеточной лимфомой 25%. По данным 2020 года у 10 пациентов из 37 прооперированных с подозрением на рецидив лимфопролиферативного заболевания опухоли не обнаружено. У двух пациентов, которые имели первично множественное злокачественное новообразование, выявлено метастатическое поражение другой опухоли. Клинические примеры. Пациент, лечение осложнения пациента 35 лет. Неходжкинская лимфома, состояние после многочисленных линий химиотерапии. Рецидивирующий плевральный выпад справа, синдром сдавления верхней половой вены. Из-за массивного скопления жидкости откладывалась химиотерапия. Жидкость имела хелиозный характер. Решено выполнить и выполнена туркоскопия. Крупирование грудного протока. Количество отделяемого резко уменьшилось, что позволило провести химиотерапию. Пациент 30 лет. Неходжкинская лимфома. Длительное время занимался самолечением. Проведены многочисленные линии химиотерапии. Также плевральный выпад слева, инфицированный, потребовавший дренирование, редринирование. При одном из дренирований повреждение межреберной артерии, что потребовало экстренное вмешательство. Была выполнена видеоассистированная ревизия, санация и гемостаз левой плевральной полости с дренированием. Одним из аспектов лечения осложнений являются инвазивные мекозы. Это распространенное, но достаточно редкое осложнение у онкогематологических больных, иммунокомпрометированных. Характеризуется агрессивным течением и высоким уровнем летальности. У большинства это характеризуется как внутрибольничная инфекция. При этом первичный очаг поражения чаще всего локализуется в легким. Обязательными условиями успешного лечения является высокодозная антифунгальная терапия в сочетании с агрессивным хирургическим лечением в случае локализованного поражения. При этом пациенты, подвержившись хирургическому лечению, продемонстрировали гораздо более высокую выживаемость. Клинические примеры. Пациент 66 лет, нехожкинская лимфома, состояние после химиотерапии. Выявлено по данным обследований инвазивный мукромикоз нижней доли права легкого. При этом, по всей видимости, микс инфекция. Был проведен консилиум и по решению консилиума выполнена нижняя лобоктомия справа. Пациент 69 лет, с диагнозом диффузная крупноклеточная и баклеточная лимфома. Выявлен зигомикоз. Состояние пациента достаточно тяжелое. Не отвечал на консервативную терапию. По поводу заболевания решено было выполнить. И выполнена трокотомия нижней лобоктомия слева. Ранее послеоперационный период, к сожалению, осложнился. Отмечено массивное поступление воздуха, пневмомедиастин, пневмоторакс, которое было ликвидировано при риторокотомии. Пациент 56 лет, с диагнозом нехольжескинская лимфома. После нескольких линий химиотерапии распадающийся инфильтрат в нижней доле слева. Инфильтрат в нескольких сегментах на фоне консервативной терапии увеличивался в размере. Выполнена трокотомия нижняя лобоктомия слева. На слайде представлены... Роман Иванович, у Вас время заканчивается. Пожалуйста, уже акценты только на том, что считаете важным. Хорошо. На фото макропрепараты. Гистологическое заключение однозначно мукромикоз. Поражение мукромикозом. Пациентка 66 лет, с нехольжескинской лимфомой. При контроле выявлено поражение легких, заподозрено прогрессирование. При туркоскопической биопсии выявлены фиброзные гранулемы с конидиями, то есть поражение мукромикозом. Необычный случай. Пациент 21 года с диагнозом лимфома Ходжкина проведено несколько линий химиотерапии. Представительства локализовались в области грудной стенки и на шее. Во время химиотерапии опухоль хорошо ответила на лечение. Развился распад опухолевых масс и сечение масс на грудной стенке. Сформировался трахиопищеводный свитч, который осложнился порезом гортани, аспирационной пневмонией. Некоторое время продолжалась консервативная терапия. При компенсации состояния удалось ликвидировать аспирационную пневмонию. На слайде представлены так, как это выглядело на компьютерной томографии, эндоскопически. На фоне компенсированного состояния была выполнена операция циррикотомия, сечение трахеостомического хода, циркулярная резекция трахеи 5 полуколец, укрытие трахеопищеводного свища мышечным лоскутом. Другим аспектом хирургического пособия в онкогематологии является удаление резидуальных опухолевых масс, которые не являются стандартом. Однако в международной литературе встречаются отдельные публикации, посвященные удалению резидуальных опухолевых масс. Клинические примеры нашего центра. Пациентка 41 год, диагнозом Лифома Ходжкина. Состояние после многочисленных курсов химиотерапии. В нижней доле справа сохранялся ПЭТ-активный узел, выполнена попытка трепан-биопсии, ослазнилась кровотечением, но консервативно пациентка излечена. При ПЭТ-контроле сохраняется активность, верификация не получена. Выполнена трокотомия, нижняя лобоктомия справа. Опухолевые ткани живой не выявлено. Пациентка 42 года. Первоначально по месту жительства установлен диагноз ТИМОМа. Пациентка получила первую линию химиотерапии и лучевую терапию по поводу ТИМОМа. Однако в переднем средостине локализовался узел больших размеров, который увеличивался в размерах, но ПЭТ был не очень активный. Было принято решение о трокоскопическом суксифоидальном удалении новообразования переднего средостения, что и было выполнено. При гистологическом исследовании полный лечебный патоморфоз, однако в препаратах первичной опухоли установлен диагноз классическая лимфома Ходжкина. И самый необычный случай удаления резидуальных масс пациентка 29 лет с диагнозом Неходжкинская лимфома. Диффузная крупноклеточная первичная резистентная масса линии химиотерапии. На фоне химиотерапии опухолевые массы в левом гемиторексе в средостении слева увеличивались в размерах. Пациентка обратилась в наш центр, высокая активность по данным ПЭТКТ, проведено обсуждение, принято решение об оперативном лечении, то есть хирургическом удалении резидуальных масс. И в мае 2018 года выполнено трокотомия слева, удаление опухолевых масс переднего средостения левого гемиторекса с анатомической резекцией 4-5 сегментов левого легкого. После операции больная в течение полугода продолжила химио-иммунотерапию без прогрессивания по данным контрольного осмотра в 2019 году. И так пациентка выглядит сейчас.